всем привет это видео будет посвящено снова немецкому но только более подробно поскольку по видему первом видео из петербурга я осветил данную тему недостаточно не достаточно подробно так собственно я ездил германию и посетил там рюкин и наумбург также пытался вести переговоры с директором ниши документацион с центром ральфом айхбергом и так обо всем мы несколько подробней и с моей точки зрения итак начнем с рюкина собственно я прибыл брюкин за час до открытия дома музея посвященного фридриху ницше и мне пришлось несколько там подождать когда дом музей открылся я осмотрел собственно выставку приобрел очень ценные для меня памятные почтовые открытки и фотографии из рюкина и собственно из дома музея так как я уже ранее говорил что общий общий подход немецкого нищеведения к интерпретации философии фридриха ницше он остается критическим критическим и собственно фридрих ницше до сих пор даже в нищеведении даже в академической среде понимается как прото прото нацистский мыслитель который как бы подготовил почву для появления третьего рейха и собственно итальянского фашизма и немецкого национал-социализма это стандартная интерпретация и оценка ницше которая характерна как и для германии европы то бишь европейского союза такую же такая же оценка ницше характерной для россии и и так же точно такая же оценка фридриха ницше характерным для америки у меня тут небольшое объявление на телефоне должен сказать что сам сам подход к сохранению наследия фридриха ницше который начался с деятельности сестры ницше элизабет мне не очень симпатичен поскольку там основной акцент и делается памятным мероприятием посвященным дате смерти фридриха ницше я бы со своей точки зрения и с того понимания учения жизни фридриха ницше как мне удалось сейчас на данный момент проинтерпретировать всю нитшанскую философию я считаю что во первых надо понимать личность ницше как первого я бы даже я бы даже сказал что первого в истории человечества да сказательного мыслителя и я считаю что надо в первую очередь отмечать день рождения фридриха ницше потом собственно памятные памятные даты и праздники которые предстоит еще только установить и только потом как одной из памятных даты установить день траура в день смерти фридриха ницше то есть надо подходить к сохранению наследия фридриха ницше как та сказательная и жизнеутверждающая поскольку собственно уже в первой своей работе фридрих ницше он выразил те смыслы которые он там заложил уже как жизнеутверждение и досказание назвав свою первую серьезную работу рождение трагедии из духа музыки то есть здесь опять же в обыденном понимании трагедия является очень пессимистическим и трагическим событием но ницше отошел от обыденной и очень распространенной в то время да и сейчас интерпретации трагедии и всей античности собственно нише очень поражало что при всем том что трагедия была одним из фундаментальных событий для всей греческой культуры и культуры античности и собственно там говорилось о смерти бога Диониса но и позднее это преобразовалось как рассказ о деяниях главного героя и впоследствии его трагической гибели и ницше здесь задался вопросом откуда при всей фундаментальности трагедии для античной культуры у древних греков все же была такая жизнерадостность и веселость и но здесь опять же ницше позднее дал второе название рождению трагедии как греки и пессимизм то то есть опять же жизнерадостность жизнеутверждения и веселость древних греков при всем им всем их трагическом жизни понимании и наше современное наш современный пессимизм который собственно и является очень человеческим и очень человеческим обыденным так я немножко ушел в сторону и высказал свою точку зрению зрение о том почему ницше надо интерпретировать как досказательного философа и почему подход немецкого нишеведения по сохранению его наследия и установлению памятных дат с моей точки зрения неверен собственно также также в ммм... 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 мм... ммм... мм... собственно Сохранению наследия и памяти о предреке Ницше. Также в Рёкине на выставке мне не понравилось, что Ницше опять же интерпретируется как проти-нацистский мыслитель. Но это было бы не так уж страшно. Поскольку это тоже распространённая интерпретация Фридриха Ницше. Но меня удивило, что сами немцы, что само немецкое ничеведение, оно подошло очень как-то не по-ничеански к освещению главного труда Ницше, так говоря, Заратустра. то есть как я уже ранее в другом видео говорил как я уже говорил стенд посвященный так говорят Заратустра во-первых, он назван на пути к безумию то есть довольно как-то уж как-то уж в духе сократовской Европы, я должен сказать Ницше в данном случае интерпретируется то есть то есть не Ницше понимается не своими последовательными учениками а своими оппонентами которые ну хотя и являются ничеведами но идут возможно на поводу общественного мнения у популярного мнения о Хридрихе Ницше то есть во-первых мне не понравилось само название стенда на пути к безумию во-вторых сама попытка осветить главный труд Фридриха Ницше так говорил Заратустра она сводилась только к тому как интерпретировали Фридриха Ницше собственно в третьем рейхе то есть там говорилось столько о морали господ и морали рабов и ко всему к этому кратко несколько предложений о белокурых бестиях так и то есть собственно все освещение так говорил говорил Заратустра сводилось к двум абзацам посвященным нацистской интерпретации Ницше и потом сразу же на этом же стенде был переход к антихристу я считаю что антихрист это не самостоятельное произведение а незаконченный труд Ницше не не а не а а а собственно я считаю что здесь в целом из этого стенда из самого такого пессимистического и слишком уж историческое понимание Ницше как слишком уж направленного в историю оно оно на самом деле очень не совершенно и я был как бы это сказать собственно недоволен немецким нишведением притом сама организация экспозиция в реке она была организована организована как бы для такого такого поверхностного освещения биографии и истории интерпретации философии Ницше но но вот я бы с моей вот точки зрения с моей нишанской точки зрения я бы организовал все совершенно иначе так также я в реке заснял могилу фридриха ницше его родителей и его сестры элисабет хотя я бы на самом деле могилу ницше наверное поместил перенес бы в наумбург я думаю что так было бы намного более точнее передать аутентичное мое аутентичное понимание учения жизни фридриха ницше как я понимаю его его философию потом в реке я кратко заснял очень дурной памятник посвященный годовщине смерти Фридриха Ницше открытый в 2000 году то есть там есть но опять же ницше очень изображается очень грубо и в общем все выполнено в стиле современного искусства я бы наверное вообще удалил бы этот эту культурную культурную композицию из Рёкина и вообще это слишком уж такое сократовское понимание ницше и попытки по сохранению его наследие я сейчас не хочу как-то отвлекаться на освещение почему я понимаю современную Европу как сократовскую Европу и собственно всю науку и философию как собственно то что ницше называл проблемой сократа то есть это слишком обширная тема которой я думаю посвящу другие свои видео к тому же мои все